Добрый день! С вами Ирина Багнёк, канал Усадьба Багиры. Сегодня продолжаем работы по формированию фикуса али. Он неплохо оброс, посмотрите. И так как мы пока что задаем ему каркас, задаем структуру ветвей, нам очень важно не упустить здесь утолщение там, где нам не нужно, и поддержать утолщение, где нужно. Поэтому очень частые обрезки, хотя казалось бы, ну ничего, он не вырос, но вот тут вот можно выровнять и все, и пусть растет. Ну вот так нельзя, потому что у нас длинное ровное, нам надо получать хорошее ствол. Значит, что мы делаем? Начнем мы сегодня сверху, с этой верхней веточки. Сейчас, секунду. Отсюда просто плохо видно. Значит, вот после этого листика у нас там уже почечка маленькая есть, поэтому мы перевершиниваем на ее будущую, так скажем. Вот, это будет наша вершина. Можно выпрямить ее чуть-чуть, можно не выпрямлять, тут уже по желанию. В принципе, в довольно высоком формате такие небольшие изгибы у ствола вполне допустимы. Но это вот кто как хочет, не важно. Дальше смотрим обязательно каждую-каждую ветвь. Вот смотрите, вот эти ветви замечательные. Они довольно тоненькие для вершины. Вполне неплохо, но они близки. Вершина тут тоненькая. Поэтому мы их тоже обязательно сокращаем, останавливая их в росте. Вот это и даже вот эту маленькую. Не видно там? Вот. Таким образом, вот что мы получили. Буквально листик в основании не считаем по одному листику. Для вершины это нормально. Она не должна быть сильнее нашей настоящей вершины. Следующий. Вот тут уже посерьезнее. Маленькое ответвление и вот длинная-длинная вершина. Тут вот даже, она очень толстенькая уже, поэтому мы уберем вот это все. А эта маленькая будет тихонечко расти. Так, следующая. Вот это вот. Вот эта ветвь. Мы их по порядку, чтобы не пропустить. Тут уже толщина побольше, но и ствол здесь побольше. Но все равно нам надо это все останавливать в росте. Поэтому что мы делаем? Мы вот так их сокращаем. Это все верхние ветви. Это делается обязательно. Вот тут у нас... Сейчас, секунду, посмотрю. Так, так, так. Так, смотрим внимательно. Значит, вот она толстенькая, а эта тоненькая. Толстенькую убираем, потому что все-таки такая толщина наверху нам не очень нужна. Останавливаем в росте еще сильнее. Получаем изгиб веточки. Ну, не страшно. Вот тут пойдет рост ветвиться. И пришли вот сюда. Следующая. Следующая вообще очень сильная. Видите, какая уже толщина. Вот она пошла разветвилась. И пошла большая-большая-большая сильная. Мы ее... Мы ее оставим. У нее два листика. Этого будет достаточно. Так, уберу лишнее. Вот то, что осталось. Так, следующее. Вот тут. Тут тоже у нас разветвление на две. Так, так. И все мы их оставим по два листика. Секунду. Сейчас все покажу. Так, лишнее убираем. Лишнее убираем. Вот она. Одна и вторая. В этом случае можно тоже было перевести на эту нижнюю ветвь. Убрать вот вверх совсем. А эта нижняя будет ветвиться. Посмотрим дальше, как будет расти. Возможно, это и сделаем. Следующая. Вот. Очень-очень сильная. Она уже пониже. Но тоже довольно сильная. Мы ее пока тоже сократим. Сейчас, секунду. Ага. Значит, смотрим. Смотрим. Вот тут у нас... Ай, лишнее пытаюсь убрать. Вот тут у нас маленькая-маленький побег. Он пойдет в эту сторону на вас. Поэтому вот эту сильную часть вот тут можем убрать. Оставим эту веточку. Вот это разветвление сюда. И у нас вот еще веточка. Ее тоже просто сократим. Так. Так. Верхнюю один листик оставим. Здесь два листика оставим. И вот что у нас получилось. Эти листья в основании, вот этот, вот этот. Можно убрать, если мешают. Но пока дерево с ними не рассталось, они ему помогают. Да. И вот здесь у нас вот там еще маленький побег. Ну, собственно, вот когда этот побег... Мы на него рассчитываем, да? Ну, когда он вырастет, скорее всего, вот так даже уберем, чтобы она вверх не задиралась у нас сильно. Но сейчас у нас останется... Или сразу его... Сразу его уберу. Там два листа все равно останется. Только тут придется спинечком, чтобы этот побег не зацепить. Вот так получается. Так. Идем еще ниже. Следующая веточка. Она толстенькая. Вот посмотрим. Ой. Посмотрим на ее толщину. Но она еще ниже. Это хорошо. Сильно мы ее не должны уже так прям сильно-сильно останавливать. Уже побольше оставим. Побольше. Так. И вот эту длинную веточку. Вот. Вот так. Вот так вот мы ее оставим. Вот эту сейчас посмотрю. Может, еще вот эту между узлами уберу длинную. Весь доделаем и будет видно. Так. Следующая. Вот эта. Она, скорее всего, будет ветвью. То есть не жертвенна, а именно ветвь. Поэтому мы ее тоже ветвим. Сокращаем просто понемножечку. Вот тут совсем уже немного. Два листа и точка роста. Так. И здесь... То же самое. Два листа и точка роста. Сейчас покажу. Вот она такая получилась. Нижние. Все, что ниже... Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Вот эти нижние. Точно жертвенные потом уйдут. Вот. Подниму наверх. Да. Вот. Все, что ниже моих рук. Три веточки малюсенькие. Они остаются. Ой. Они уходят со времени. А вот эта, может быть, останется. Поэтому я ее тоже немножко... Тут уже прям вот один лист и точка роста. С одной стороны. И с другой стороны... С другой стороны тоже. Сейчас покажу, что осталось. Убираем лишнее. Вот она у нас. Вот тут мы ничего не делали. Тут буквально лист и точка роста. Вот здесь и здесь сократили. Все. Вот так вот он вполне у нас получается. То есть наш... Так. Я какую-то хотела сейчас... Может быть, длинные... Длинные междоузли одну хотела. Не. Хорошо она там смотрится. Это вот здесь вот было, кажется. Если я ее не перепутала. Так. Может быть, вот эту ветвь вот здесь сокращу. Потому что вот у нас относительно ствола расстояние. И здесь очень длинная. Нам не надо так сильно. А ветви эти сильные. Поэтому вот тут мы их вот так сократим. По одному оставим буквально. Так. Здесь вот у нас вот эта сильная. Вот я думаю, что вот эту часть я ее тоже уберу. Вот оставим вот эту веточку. То есть мы сделали как нужно все. Да? Просмотрев каждую ветвь. Но теперь мы смотрим эти ветви относительно нижних. И эта ветвь... Вот она заканчивалась вот тут. Это длиннее, чем ветви пониже. А это нехорошо. У нас наверху должны быть покороче ветви. Чтобы эти тоже получали хорошо свет. Поэтому можно еще сократить. Тем более, что она самая сильная наверху. Прям очень сильная. Нам не надо настолько. Вот эти у нас длинненькие. Вот это еще. Это будет наша ветвь. Это не... А! Это неизвестно будет. Скорее всего будет. Не хочется его очень высоко делать пустым. Вот поэтому вот ее длина вполне хорошая. Соседи чуть-чуть короче. Но и над ними тоже короче. Все. А самые нижние не трогаем. Они пошли в рост. На счастье это радует. Вот свеженькие видно. Вот и здесь тоже. Не очень сильные эти побеги. Но все-таки растут. Так что пускай, пускай растет. Вот эти вот листья все в пазухах скоро уйдут. Не будут тут мешать. Ну а пока будет хорошо. Пускай растет. Отправляется еще на несколько дней в теплицу. У нас вроде бы тепло уже становится. Но он более теплолюбивый, чем бенджамин. И поэтому оставим еще на несколько дней в тепличку. Где-то на неделю у нас обещают. Просто чуть-чуть там опять 9 градусов. А потом отправится на улицу. Будет стоять на солнышке. На ярком солнышке. Приучу его. И будет там радостно расти. Мусор какой-то. В теплице там то паучки, то еще кто-то. Все время что-то здесь. Что-то здесь. Бегает. Какие-нибудь насекомые. Все. На данный момент с ним все. Так что пускай растет. Вот такой вот замечательный. Мне очень нравится, как он. Как он у нас меняется. Я даже не знаю, какое лицо. Вот это больше нравится. Или вот эта сторона. Тут не виден срез. Но сам срез тоже не особо портится. Временем он будет вообще незаметен. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok